Армения о соглашении 1.2.3 договоренность о сотрудничестве в соответствии со 123-й статьей американского закона об атомной энергии. И рассматривает дальше, цитата продолжается, его должным образом. Расшифруй, пожалуйста, что за соглашение 123, при чем здесь Армения и как это вообще понимать? Ну, давайте, наверное, от печки, потому что соглашение 1.2.3 все вспоминают, что оно такое, уже особо никто и не знает. Я бы, конечно, с удовольствием его процитировал, но дело в том, что статья 123 это 6 страниц печатного текста и весь английский алфавит ABCD, до упора. Первый закон об атомной энергии был в Соединенных Штатах принят в 1946 году, но в 1946 году, собственно говоря, закончился Манхэттенский проект и было принято решение, что атомные технологии могут использоваться и в гражданской сфере, не только в военной. И вот как раз для передачи атомных технологий в гражданской отрасли был разработан вот этот закон в 1954 году. То есть, казалось бы, что он должен касаться только самих Соединенных Штатов, как вот то, что было наработано в Манхэттенском проекте, передать в мирную, в будущую атомную энергетику. В общем, пока этот закон разрабатывался и принимался, они думали о будущем атомной энергетике, как раз в это время в нашей стране начала работать первая атомная электростанция, они уже подготовились к этому законодательному. Вот такой соревновательный темп был очень одинаковый. Статья 123, как ее официально и объясняют, поясняют, если угодно, обеспечивает возможность сотрудничества с нациями, группами наций или региональными оборонными организациями и перечисляет критерии, позволяющие авторизацию передачи гражданских ядерных технологий. Вот так. То есть, на тот момент Соединенные Штаты считали себя лидером всех ядерных технологий, причина известна, они это убедительно доказали, провели очень удачные эксперименты в небе на Японии. Япония за это, насколько я понимаю, до сих пор благодарна. Удивительная страна. Мне этого не понять, это какая-то японская характерная черта. Что должна сделать страна для того, чтобы Соединенные Штаты милостью согласились ей передать свои технологии? Почему сейчас, если все эти сообщения из западной прессы верны, Армения действительно обратилась к Соединенным Штатам с тем, чтобы попасть под действие в 123-й статье этого закона? Еще до того, как начнется вообще, что бы то ни было, какие-то мысли о передаче, должна быть проверена вся атомная инфраструктура той или иной страны, которая с такой просьбой обратилась. Первыми высаживаются специалисты из Госдепартамента и из комиссии по ядерной энергетике, для того, чтобы проверить, в каком состоянии вообще страна находится. Должны быть выполнены все требования МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия, должны быть осмотрены все места, где находятся ядерные материалы, свежие, облученные, отработанные, радиоактивные отходы и так далее, и так далее. И должно быть проверено, на каком уровне развития находится атомная школа. Не получится ли так, что, если Соединенные Штаты передают свои мирные технологии, страны этим воспользуются для того, чтобы тут же заняться созданием ядерных боеприпасов. И это происходит до того, как подписывается это соглашение. В том случае, если приехавшая комиссия всем удовлетворена достаточным уровнем безопасности хранения ядерных материалов и нет рисков того, что страна получит собственное ядерное оружие, это передается на рассмотрение Конгрессу. В течение 90-х суток они должны дать одобрение. Если положительный результат работы комиссии, дальше это передается на подпись президенту Соединенных Штатов, он в течение 90 дней должен поставить свою подпись. То есть, впереди большой сложный путь. Ну, что еще можно по этому поводу сказать? Для чего это Армении надо? С учетом того, чтобы получить американские атомные технологии, разумеется. Я на всякий случай напомню, что средний возраст атомных электростанций в мире 31 год, в Соединенных Штатах 42, и количество строящихся новых атомных электростанций в Соединенных Штатах на хорошем уровне ноль. Поэтому, на мой взгляд, выбор Армении совершенно логичен. Единственное, что я не знаю, что это за логика. Я не в курсе, в связи с чем такое решение. Но страна суверенная имеет полное право вот этим заниматься. Мелькало и мелькали сообщения о том, что есть очень подходящие проекты атомных станций малой мощности в Соединенных Штатах и руководство Армении считает, что они прекрасно подойдут для их горной страны. Ну, должен со своей стороны заметить, что количество строящихся атомных станций малой мощности в Соединенных Штатах за последние десятилетия совершенно стабильно, ноль. Ну, есть прекрасные проекты. Правда, та самая государственная государственная регулирующая органа лицензия пока на строительство технологии пока никому не выйдет. Но, тем не менее, есть вот такое решение Армении, я отношусь с уважением. Ну, нету американцев технологий, но их можно передать. Неплохой подход, мне кажется, совершенно практичный. Сколько времени это займет? Сейчас Шар на стране Госдепартамент. Он должен сформировать комиссию, которая проверит, в каком состоянии, ну, в случае Армении, это Мецоморская атомная электростанция, соответствующее хранилище низкоактивных отходов, бассейны выдержки, вот все это будет перепроверено, он съездит в институт физики, посмотрит, как там уж, не собирается ли создавать Армения ядерное оружие, можно ли передавать ценные американские технологии, дальше вот эти процедуры надобрения Конгрессом, подписания президентом, там, президент же у них, а, 180 дней, ну, будет новый президент, ничего страшного, трапиться же некуда. сказать, что это соглашение 1, 2, 3, какая-то редкость, нет, оно подписано с огромным количеством стран, и в том числе с таким объединением, как Европейский Союз, отдельно стоит, наверное, коснуться того, что эти соглашения были подписаны Индии в 2009 году, с одной стороны, казалось бы, зачем Индии, это было надо, но Индия, как известно, страна, которая не присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, я бы так сказал, и развитие энергетики в связи с тем, что они были в числе нарушителей, ну, шло только за счет собственных сил, собственных сил, одно дело получить оружейный плутоний, совсем другое создать атомный реактор, энергетический, причем, не исследовательский, шло тяжело, сделав исключение из золотого правила, золотое правило, золотой стандарт соглашения 1, 2, 3, это отказ от собственных технологий обогащения урана, ну, потому что в Соединенных Штатах их нет, значит, и у вас не должно быть, тоже совершенно логично, что там еще, я не помню этот золотой стандарт, потому что, ну, особо его никто не соблюдает, кроме тех, кто действительно из стран новичков, которые мечтают об американских технологиях. Индия это исключение получила, назвать это взяткой, ну, конечно же, нельзя, но предусматривало, что общее количество атомных энергоблоков, которые американские компании получат возможность строить в Индии, будет 100 штук. после этого американцы неожиданно на переговорах стали мягкими, и сейчас, что касается Индии, МАГАТЭ имеет полный доступ к гражданским технологиям, атомам, ну, а вот там, где не соблюдение, туда мы не спорим. Так что Индия на этом выиграла, количество построенных атомных энергоблоков по американским технологиям в Индии равно нулю, Индия, вежливо спрашивает, ну, когда у вас будет получаться, тогда, конечно, две площадочки обозначены, на площадочке, правда, такие индийские, тут вот 8 энергоблоков и здесь 8 энергоблоков, и, насколько я понимаю, продолжать тянуть, девятый год уже достаточно давно прошел, будет Индия или нет, то есть площадки же не просто так возникли, это и большая работа геологов, вся территория Индии считается сейсмоопасной зоной, то есть площадку выбрать там достаточно непросто. Друзья, Ютуб блокирует, возможно, наш канал следующий и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас, не ждите окончательной блокировки Ютуба. В 15-м, в 95-м году это соглашение подписал и Китай, у Китая действительно были сложности, он очень поздно стартовал в направлении атомной энергетики, первая атомная электростанция у них появилась по собственным технологиям в 91-м году 300 мегаватт. И тогда руководство Китая пришло к выводу, что, конечно, можно идти собственными силами, но тогда у нас с энергетикой полная беда будет. Соглашение 1-2-3 дало возможность сотрудничать не только с Соединенными Штатами, но еще и с Францией. Французские технологии сейчас свои собственные, но три волны строительства электростанции в прошлом веке, сразу после нефтяного кризиса, во Франции приняли решение, чтобы не было такой тотальной зависимости от нефтедобывающих стран, надо развивать атомную энергетику. И занималась этим компания Fram Atom, Франция и Америка Atom. Опять же, было соглашение о том, что будет построено определенное количество блоков американскими компаниями с дальнейшей передачей технологии. Если вы подписываете соглашение 1-2-3 с Соединенными Штатами, то вы имеете возможность работать с Францией просто автоматически. Технологии те же, да, они сейчас более развиты, чем в Соединенных Штатах. Ну, что мы хотим от Соединенных Штатов. Страна такая, какая есть. Так что, подписав этот договор с Соединенными Штатами, первые, так скажем, контакты, которые Китай стал развивать, французские технологии. То есть, все атомные реакторы, работающие в Китае второго поколения, это на самом деле модернизированные французские технологии, у которых базис американские технологии. То есть, Китай на этом тоже выиграл. соглашение, договор был подписан на соблюдение этого соглашения раз в два-три на 20 лет. В 2015 году действие закончилось, то есть, было определено. До, теперь уже, 45-го года. Россия подписала этот договор в 2011 году, срок действия до 41-го года. был сделан ряд исключений. Американские специалисты не получили возможности инспектировать Россию. Пункт о том, что Россия не занимается обогащением ядерного топлива вычеркнули сразу, по-моему, вообще не обсуждали, ну и так далее. То есть, оно как бы есть, оно давало возможность какого-то сотрудничества, более-менее оно у нас шло, пока не наступил, ну, как бы это помягче сказать, период охлаждения. Так скажем. Постсоветские страны, подписавшие это Казахстан и Украина, Казахстан подписал, и, может быть, я, конечно, многого не понимаю в том, что происходило в Казахстане с атомной станцией на быстрых нейтронах, но, на мой взгляд, это одно из последствий того, что Казахстан решил пойти на сотрудничество с Соединенными Штатами. Реактор на быстрых нейтронах стереотически на нем можно нарабатывать плутонии, закрывайте, закрыли. Выиграл от этого Казахстан что-то или нет, мне сказать сложно, пусть Казахстан сам об этом размышляет. На мой взгляд, школа, атомная школа Казахстана выигрыша на этом не получилось. Да, остались исследовательские реакторы, но реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем выведен из эксплуатации, сейчас впереди разработка технологий полного вывода из эксплуатации, остановка произошла, исследовательские реакторы работают, Казахстан размышляет, допустима ли для него атомная энергетика или нет, референдум и так далее. Так что в общей сложности соглашение 1-2-3 подписало, по-моему, около 40 стран, кто из них что на этом выиграл, ну, в списке, ну, понятно, что Евросоюз подписал, куда же они денутся, как там, с подвольной лодки, им сказали, где подписывать, они и подписали. Из тех стран, которые интерес представляют, Индию с Китаем я вспомнил, про Казахстан рассказал, ну, почему Украина на тот момент шли последние подписания документов для того, чтобы ядерные боезаряды на самых разных носителях с территории Украины переместились в Россию с тем, чтобы Украина не получила статус ядерной державы. Это требовалось, Украина на это пошла, тогда же были подписаны еще какие-то документы, но на самом деле на тот момент, когда шла вот эта передача ядерного оружия, Украина вела себя относительно прагматично, то есть там не было каких-то еще идеологических перекусов, попросили денег, американцы дали денег, от России денег не получили, Россия вместо этого, вместо денег на эти суммы поставляла ядерное топливо для украинских атомных электростанций, то есть в накладе никто не остался, все это, только выиграли, то что это соглашение подписано, сейчас позволяет подписывать всевозможные меморандумы, протоколы о намерениях о том, что будет построено 150 тысяч американских атомных электростанций во два яруса по всей территории Украины, мы это любим, мы это часто читаем, с одной стороны сейчас можно хихикать, но с другой стороны соглашение 1-2-3 для Украины это решение проблемы Запорожской атомной электростанции, в советский период все ядерное топливо облученное должно было перемещаться на производственное объединение маяков, где соответствующие хранилища и возможности для переработки, поскольку строительство шло массово, собственно говоря, даже после отказа от реакторов на уранографитовых этих реакторов РБМК тысячных, ну просто волной шли ВВР тысячные и уже было очевидно, что у нас стоит момент, когда хранилище на маяке просто не хватит. Изначально в проекте Запорожской атомной электростанции 6 реакторов, ну как бы все более чем серьезно, предусматривало, что будет и проект для сухого хранилища облученного ядерного топлива. Пять лет в бассейне выдержки и не везем на Урал, храним здесь то время, которое потребуется, чтобы освободить место там. при Советском Союзе построить не удалось и Украина вот, место для хранилища у нас выделено по проекту, осталось только само хранилище построить. Денег на это нет, разумеется. Замечательные наши 90-е годы, денег не было нигде, кроме того, где их печатали. И был проведен международный тендер и сухое хранилище на Запорожской атомной электростанции построила американская компания Холтек. Холтек достаточно известная компания, она действительно с хорошим опытом, то есть хранилище построено не абы как, а действительно в соответствии со всеми требованиями. Опыт она нарабатывала в самих Соединенных Штатов, правда, другой вопрос, почему им этот опыт потребовался, еще при картере появился закон в Соединенных Штатах, который объявил облученное ядерное топливо с коактивными отходами. переработке не подлежит, только геологическое захоронение, геологическое захоронение, сделаем хранилище, которое позволит хранить облученное ядерное топливо в течение трехсот тысяч лет. Очень надежно. Гора Юка, Юка Маунтин, денег в государстве на это не хватало, и все компании-владельцы атомных электростанций, напомню, что в Соединенных Штатах атомная энергетика частная, а не государственная, с момента появления этого закона платили деньги на то, чтобы государство занималось обустройством этого хранилища. С чем на определенное, по-моему, по 2% от выручки сдавалось и сдавалось. Ну, и всех устраивало. То есть, не самая большая сумма, но зато впереди радостная перспектива. После того, как выяснилось, что с хранилищем не получается, не смогла. Ну, во-первых, владельцы атомных электростанций задали вопрос, а деньги-то где? За что платили? Ну, у них в Америке судебные тяжбы идут не быстро, рано или поздно эти деньги может быть получат, но вопрос в другом. В бассейне выдержки они не имеют объема равной бесконечности. То есть, определенное количество топлива там хранится может, а что дальше? Выкладывали больше, чем нужно, но бассейн не может выдержать такую нагрузку. На дно ложится большое количество веса, рано или поздно будет беда. И вот тогда на свет было, вернее, востребованы были услуги холток. Холток специализировалась, не случайно пришла в ядерную индустрию, она специализировалась на создании транспортно-упаковочных контейнеров, специальная конструкция, которая позволяет перевозить совершенно безопасно как свежее топливо, так и облученное. И это уже такая серьезная нагрузка, если ты везешь облученное топливо, даже после пяти лет выдержки в бассейне, там какие-то остаточные радиационные всевозможные эффекты продолжают, топливо греется. То есть задача транспортно-упаковочного комплекта удержать радиацию внутри, ни в коем случае не дать ей проникнуть в окружающую среду, выдержать температуру, он греется. При этом любые внешние воздействия, удары, взрывы, пожары, попытка пилить пилой, ударять топором, взрывать гранаты тоже не должно повредить содержимое внутри, не дай бог. И Холтек разрабатывал для Соединенных Штатов вполне удачно вот эти временные хранилища. Они не вечные, они рассчитаны на 50 лет, так же, как и сухое хранилище в Запорожье, но тем не менее это работает. Появились такие хранилища, их не делали для каждой атомной электростасы в Соединенных Штатах, они, ну, грубо говоря, владельцы скидывались в услуги Холтека вот здесь поставьте, мы свезем, но нам нужна вот такая емкость, чтобы нам всем хватало. То есть Холтек действительно хорошая такая серьезная команда. Так что вот на тот момент 90-е, начало нулевых Украина получила достаточно большую пользу от этого соглашения развода. Понятно, что и в России имеется вот такое сухое хранилище, такое условное название, то есть там никаких, никакой жидкости, которая снимает температуру, идея такая достаточно интересная, остроумная, на мой взгляд, с инженерной точки зрения. Ставим пеналы с обученным топливом, вот с бассейна, вытащили, в пенальчик поставили, поставили с таймя. и самая обычная тяга, отверстия снизу, отверстия сверху, воздух проходит вдоль тепловыделяющих сборок, снимает температуру достаточно, в таком виде можно совершенно спокойно хранить, поскольку сам пенал герметичен, внутри аргон, благородный газ, который не вступает в химическую реакцию, тоже все в порядке, то есть радиация не вырвется, а температуру снимаем. такая вот задумка, но другое дело, что на запорожском атомном электростанции теперь приходится дополнительно придумывать меры безопасности, закрыть бетонным куполом нельзя, тяга должна быть, иначе у тебя возникают проблемы, то, что может прилететь сверху, ну вот уже отдельные вопросы, какие-то дополнения приходится выдумывать к стандартному Холтковскому проекту. Субтитры создавал DimaTorzok